Спартакяда Тверского вагоностроительного завода набирает ход. В этом году традиционное спортивное мероприятие, которое проводится при поддержке регионального отделения Союза машиностроителей России, посвящено сразу двум юбилейным датам – 125-летию завода и 60-летию спортклуба «Планета». На днях разыгран второй комплект медалей. Завершился турнир по мини-футболу на снегу. Каким он в этом году получился? Как всегда, очень интересным, важным для нас всех, ну и до последней минуты напряженным и захватывающим. На мой взгляд, все прошло очень-очень хорошо. Спасибо всем спортсменам, что приняли участие в данном турнире. Больше месяца на заснеженном газоне стадиона «Планета» соперничество за лидерство вели 10 футбольных команд, цехов, подразделений и структур Тверского вагоностроительного завода и предприятий партнеров. По итогам групповых и полуфинальных матчей в финал за первое место вышли команда рамно-кузовного цеха и впервые команда дирекции завода. Естественно, фаворитом изначально считалась дружина РКЦ – многократный чемпион заводских соревнований по мини-футболу и футболу. У нас каждый год только на победу. Без разницы. Почему вы выиграете вашу победу? То, что вы выигрываете, не уступаете никому? Многие участвуют и на области, и в городских соревнованиях, и на любительском уровне играют. Все постоянно в играх, из-за этого все держат себя в тонусе. Здоровый образ жизни. Команду дирекции ТВЗ можно назвать главным открытием нынешнего турнира. Созданная сравнительно недавно в таком составе дружина по ходу соревнований одержала ряд красивых побед. В полуфинале директора обыграли футболиста вагоносборочного цеха номер два. При этом в составе команды, в соответствии с названием, действительно играют в основном руководители завода. Мы, опять же, здесь отдыхаем в первую очередь от работы, но, опять же, мы находимся своим коллективом. Этот коллектив очень сильно сплачивает и помогает нам вместе потом в будущем хорошо трудиться. Матч за первое место получился достойным финала. Упорный, динамичный, зрелищный и эмоциональный. Как и ожидалось, команда РКЦ действовала первым номером и больше атаковала. Директора играли от обороны, сделав ставку на молниеносные контратаки. Судьбу встречи решил один-единственный гол, забитый Асатуром с Арксяном за пять минут до кончания основного времени. Да, мы чуть посильнее, у нас игроки по мастеровите, но все равно достойно команда сыграла против нас. Победел сильнейший. На церемонии награждения директор спортклуба «Планет» Александр Челезов вручил команде дирекции диплом за второе место. В команде РКЦ за первое место на традиционном турнире. Судя по эмоциям, довольно итоговым результатом остались все и победители, и серебряные призеры. Будет мотивация в следующем турнире занимать первое место. Команда у нас, в принципе, недавно только собралась в таком составе, поэтому хочется в будущем турнире показать более высокий результат, стать первыми. Спортокеада Тверского вагоностроительного завода продолжается. В дальнейшей программе розыгрыш еще 13 комплектов наград в девяти видах спорта.